Сегодня идем в поход в национальный заповедник Кливленд. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы сегодня едем в Кливленд Форест. Это недалеко от нашего дома в горах, по Восьмерке, по Фривейл. И там довольно красивый лес, который я хочу вам показать и рассказать о нем. Национальный лес Кливленда занимает площадь 1900 квадратных километров. Мы в Кливленд, в национальном лесу. Это красивое место совсем недалеко от Сан-Диего. Люди приезжают сюда на выходные, чтобы покататься на велосипедах, просто прогуляться. Смотри, что я написал. I love you. Смотри, что я написал. I love you. I love you too. Теплый, сухой, средиземноморский климат преобладает над лесом. Это самый южный национальный лес Калифорнии в Соединенных Штатах Америки. Он расположен в округах Сан-Диего, Риверсайд и Орэндж. Национальный лес Кливленда был создан в 1908 году президентом Теодором Рузвельтом и назван в честь бывшего президента Гровера Кливленда. Штаб-квартира леса находится в Сан-Диего. Ой, прям вообще замечательно. Посмотрите, он сладкий. Немножко как будто эвкалипт. Во-в-в-в-вч gym Мальч-Мальч-Мальч. У меня на округах? Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему дятлы складывают желуди в дерево таким образом? А потому что в эти желуди влезают червячки, а потом дятлы возвращаются и съедают желуди вместе с червячками. А мы нашли классные цветочки. Такие уже видели розовые, а тут голубые. Руслан шутит. Руслан шутит. Руслан шутит. Руслан шутит. Руслан шутит. Розовый женский коллектив, голубой мужской коллектив. Сейчас я вам покажу. Виктор рассказывает, что у него с собой книжка с наклейками. В эту книжку на картинке нужно приклеить наклейки. Просто во время перерыва, пока отдыхаем. Время перерыва и время сыграния. Время перерыва. Время перерыва и время сыграния. Мик рассказывает, что эта тропа идет вдоль Тихого океана. От Сан-Диего аж, кажется, до самой Канады. Ну, по крайней мере, до Вашингтона. Прямо на север. Это очень красивая тропа. Воздух свежий. Некоторые люди проводят целые месяца, чтобы пройти по всей тропе. Мы, в нашем случае, провели здесь несколько часов. Обычно мы проводим где-то около четырех часов, а потом едем домой, наблюдаем из гор очень красивый закат солнца. Уже иголочки понюхали. Запах изумительный. А если сунуть носик вовнутрь и долго-долго так вдыхать, там внутри на третью секунду появляется такой сладкий запах, как будто конфетку-сосульку нюхаешь. Так приятно. А чем пахнет? Конфеткой-сосулькой. Это дерево-сосна? Он только с третьей секунды. Надо медленно вдыхать. Он тогда этот запах, он такой, наверх. Понюхайте, поймете. Попробуйте. Сейчас. Давайте. Я коби вот эти раз отломал. Классно. Вау. Я не шучу. Я ту не разломал, а эту отломал. Ну, у тебя и сила. Я прыгал на ныне. А я вот эту сломал. Классно. Не трогай его. Бабочка из него будет. Бабочка вырастет из него. Аккуратненько, не обижай его. Будешь он испугался. «Я сила». «Я сила». «Я сила». «Я сила». «Давай, ты хочешь тут быть?» «Дерево». «Дерево». «Давай, ты у нас раз». «Вон, горы лойки». «Национальный лес Кливленда был местом как кедрового пожара 2003 года, так и пожара в каньоне Сантьяго. 1889 года. Оба пожара охватили многие участки территории, а также подвергли опасности многие виды животных. Национальный лес Кливланда является домом для многих видов диких животных, таких как горный лев, рысь, олень-мул, койот, серая лисица, кольцехвостая кошка, длиннохвостая ласка, опоссум, чернохвостый кролик, пустынный кролик, калифорнийский суслик и многие другие разновидности мелких животных. О, ПОЕТ! Нет, кому-то потерпها, нет? О, вы Ты нашел это? У меня уже сняли! Так красиво! Спасибо, что кто-то сделал! Спасибо большое! Так красиво! В середине! Да, кто-то сделал! Да, кто-то сделал! Я вижу! Эти все еще сняли! Which? Эти все сняли! 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 Может, это будет производиться в следующем году! Эти все сняли! 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 Послышишь еще апельсин! Эти все сняли! Эти все сняли! Рисы? 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 Но это находится в Плайфлере Охо! Охо! В Плайфлере! Плайфлере! Рисы? 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 Руд's went away. В лесу много троп. Sunset Trail, по которому мы идем сегодня, представляет собой кольцевую тропу протяженностью 4,6 мили. Тропа, которая предлагает несколько вариантов соединения с другими тропами, проходит через сосновый лес, ведущий к открытым лугам, прудам и небольшим озерам. Окружающая среда обитания поддерживает многочисленную флору и фауну, включая местные черные дубы, дубы Энгельмана и гигантские сосны Джеффри. Между национальным лесом Кливленда и дикими прибрежными территориями округа Оренч создан коридор дикой природы, чтобы животные могли безопасно отступить от огня в случае пожара. Мик рассказывает, что это дерево мансанита. Индейцы делали чай из кары. Можно использовать также ягоды. Обычно их использовали в медицине, а иногда употребляли в пищу. Дерево красного цвета. Древесина очень твердая и красивая. В Калифорнии запрещено собирать мансаниту, потому что иначе люди его соберут, и он просто исчезнет. Я заканчиваю прогулку по лесу, по которой называется Кливленд Форест. И это было, наверное, 2 часа. Мы гуляли по свежему воздуху в горах. Очень красиво. Тут сосны полно. Мы немножко перекусили, пообедали, понаблюдали за утками. Мы очень хорошо провели субботу. Субботом. 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 Я покажу и расскажу вам еще много интересного про Америку. Смотрите мой канал и вдохновляйтесь на активный образ жизни. Поставьте лайк и подпишитесь. Ваша зажигалочка. Субботом.